Ум вопросов. Так, на вас вступило обращение. На плане до содержания. Это сомнительное предприятие в одном из торговых центров на улице Московской усиленно маскируется под выставку животных. Вот только не подходит. Практически не под один её критерий. В этом убедились общественники и инспектор Ростельхознадзора. По закону, подобная экспозиция не может длиться более четырёх дней. Это рассчитано на месяц. У зверьков обязательно должно быть укрытие. Здесь клетки открыты со всех сторон и раскачиваются от малейшего движения. Кролики норные животные. Кролику нужна будка. Куда вы их отнесёте? В подсобное помещение. Покажите, где подсобное помещение, где они поспят. И как вы спросите кролику, что он хочет спать? Вы обязаны показать условия содержания животных. Зачем вы снижаетесь? Куда вы заходите вообще? В ту самую подсобку организаторы наотрез отказываются пускать съёмочную группу и проверяющих. Оно и понятно. За ширмой с милыми пушистыми зверьками, мусор, коробки, сваленные в кучу клетки и отходы. Документы работники всё же показывают. Но они только усиливают подозрения в недобросовестности. По сути, это концлагерь на колёсах. Потому что это неестественная среда питания для животных. И здесь они платируются непонятным образом по договору, который явным образом лепили сейчас на коленки, даже поставили не тот год. Очень хочется, чтобы данное мероприятие, которое является фактом для меня лично, это жестокое обращение с животными, что оно должно быть закрытое и лица, которые вообще это организовали, должны принести ответственность. Все животные принадлежат частному лицу. Сомнительная выставка, как удалось выяснить общественникам, колесит из одного города в другой под разными именами и с разным составом экспонатов. В Пензе предостережение от Росельхознадзора организаторы уже получали в августе этого года, когда приезжали показывать кошек. В адрес юридического лица было объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства. Данное нарушение у них будет повторно. Управление Росельхознадзора по республике Мордовия и Пензенской области будет ходатайствовать в прокуратуру Пензенской области о принятии мерах в рамках наделенных их полномочий. Здесь мы видим больше коммерческую организацию именно на построение контактного зоопарка. Что на территории Российской Федерации у нас запрещено. То, что за деньги здесь можно гладить и брать на руки практически любую зверушку, работники отрицают. Но доказательства в виде посетителей с одним из экспонатов на шее не заставляют себя долго ждать. Пришли животных гладить, посмотреть. Вообще интересно очень. Все узнать про животных, почему нет. По словам общественников, главное подтверждение того, что так животных содержать попросту нельзя – их состояние. Большинство зверьков в апатии и многочасовом сне. И такое поведение для них абсолютно нетипично.